Красочная земля, бишная, глянцевая, украшенная благодатью, православная энергию, хороший вид над ней, она всегда в села. Я здесь не описаю вам места. Скорее, я глубже вникаю в смысл слова «человека». Это арабская интерпретация слова «талала». А вот мы с вами сегодня послушаем имя покойного принца «талала». Не думаю, что вы заботы, талала. Принец, великолепный человек, как горе, гуманастическая школа для всех поколений, бринца «талала». Спасибо вам большое за ваше внимание. Великие люди не уходят от памяти. И скорее по их следу они останутся среди нас. Они не отстывают, но они представляют, как невидимая сила движущего общества, как и прочная связь, в округе которой мы собираемся. Мы пытаемся их историей, учиться на их жизнях. Мы размышляем об их великих работах, как много преодолели трудности в жизни, так что их опыт может быть мяку, который направляет нас на их великие работы, их черты. Они с нами как горе, а вот талал и некоторые достижения талала. Он талал ибн Абдул-Азиз, образ щитрости развития, долговечных в памяти истории. Ее величество королево Суфия и член комитета международной премии именно принца талала в области человеческого развития. Его королевского сочинства, принц Абдул-Азиз бен Абдул-Азиз, председатель комитета международной премии именно принца талала в области человеческого развития и председатель программы развития арабских стран Берседенского залива. Ваше превосходительство. Член комитета по международной премии именно представила Зад Человеческого Развития. Его превосходительство. Господин Найкл Сесс, помощник генерального секреттора Организации Объединенных Наций и исполнительный директор учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций. Его превосходительство. Доктор Абдельхамид Аль-Халифа, генеральный директор Фонда международного развития Объека. Ваше превосходительство. Члены Совета директора Фонда развития Арабских стран Берседеского залива. Ваше превосходительство. Басли и представитель Организации, и представитель Проектов Победители. Уважаемые представители, добро пожаловать на церемонии числевания Проектов Победителей Международной премии именно принц Талала в области человеческого развития за 2019 год. Вонда развития Арабских государств Берседеского залива был создан Бринцом Талалом бен Абдель Азизом в 1980 году. Основывается на человеческих ценностях, которые требовали создания Организации Объединенных Наций, где она построит и поддерживает свою усилию в область развития гуманитарных вопросов. Поэтому принц Талал направил в начале создания Фонда развития Арабских государств Берседеского залива для поддержки усилий Организации Объединенных Наций в область развития гуманитарных вопросов, особенно для оказания помощи ее учреждениям и организациям, занимающимся проблемами женщин и детей. Таким образом, стратегия и основ Фонда развития Арабских государств Берседеского залива включает принцип, отражающий это благородное желание, а именно Фонд развития Арабских государств Берседеского залива оказывает поддержку развивающимся обществам без какой-либо дискриментации на основе расы или убеждений. С радостью приглашаю господин Насыр бен Бакр ал-Кахтани, исполнитель директор программы развития Арабских стран Берседеского залива, выступите с речью. Пожалуйста, мы слушаем вас внимательно. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Его королевство существует принц Абдул-Азиз бен Талал бен Абдул-Азиз, председатель программы развития Арабских стран Берседеского залива и председатель комитета по международным премиям принца Талала в области человеческого развития. Ее учительство Королева Сувея, их висущества принцесс и принцессы. Его происходительство господин Никальсис, помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнитель директор учебного и научно-следовательского института Организации Объединенных Наций. Его происходительство доктор Абдул-Хамид Аль-Халива, генеральный директор фонда международного развития ОБИКа, господа члены Совета директоров программы развития Арабских стран Берседеского залива, господа басли, уважаемые дамы и господа, представители Организации Объединенных Наций, международных и региональных организаций, победители премии, подсчетные участники, вас приветствую. Я очень рад сегодня, чтобы вступать среди вас и чтобы благодарю вас тоже за участие в этой виртуальной церемонии чистовования победителей международной премии именно предоставила в области человеческого развития за 2019 год в теме чистой воды и гигиены. Что цель устойчивого развития до 2030 года? Если бы не пандемия коронавируса, а мир предостереженности, чтобы предоставить ее, эта церемония была бы годом раньше. Но судьба решила, что мир попадает в кризис, который приведет к безобразительным социальным и экономическим последствиям. Организации и правительства сотрудничают и существуют в противостоянии пандемии и смягчению ее негативных последствий, и чтобы человеческие общества могли восстановить свой баланс и идти естественным путем. С этой убежденности программа развития арабских стран Берседеского залива обязалась под руководством его высущества принц Абдул-Азиз бен Талал бен Абдул-Азиз активно содействовать усилим, направленным на регулирование пандемии и ограничение ее последствий. В этом направлении программа развития арабских стран Берседеского залива поддержала более 50 разнопленных проектов, которые принесли пользу более чем 100 странами в различных областях, усилив роль финансового интеграции, гражданского общества, образования и обучения, и также поддерживала создание подразделения для сортировки случаев, заряженных коронавирусом для беженецев. Программа внесла свой вклад в создание новых областей и возможностей для развития. Программа тут же стимулирован широкий слой общества. Кабриньяту концепции творчества в процессе развития, который является принципом, на основании которого была учреждена Международная премия Бринсталала с момента ее отчуждения в 1999 году. Ускорение роста цифровых решений и присоединений различных людей, особенно женщин и молодежи, как цифровой экономики, заставляет нас отслеживать особый подход в программе развития арабских стран Берседовского залива, которые принимают участие вместе с партнерами в достижении устойчивого развития с помощью 5 программ развития арабских стран Берседовского залива, направленных на расширение прав и возможностей женщины и развитие детей младшего возраста, и открытое образование и электронное образование, и развитие гражданского общества и финансовой доступности. А все это потому, что мы признаем, что мир после пандемии коронавируса уже отличается от того, что был до него. Пандемия также показала убедительным показателям высокой способности финансовой доступности справиться с последствиями, которые привели к глубким экономическим и социальным преобразованиям. Таким образом, двадцатки приняли финансовые доступности в качестве основы для области развития. В этом отношении банк программы развития арабских стран Берседовского залива для финансовой доступности, которые находятся в первую очередь в развитии определенных проектов, например, проект солнечной энергии, который начал распространяется, особенно в сельских местностях, помогает бедным поднимать в аду эскалурцев. В этом отношении подтверждаем, что банк программы развития арабских стран Берседовского залива имеет успешные достижения в помочь таким слабым и бедным слойам общества и подтверждает, что около 65% из семнадцати целей устойчивого развития, связанных с финансовой интеграцией, уже обеспечены социальной интеграцией, а также важность партнерских отношений, также достигает как механизм развития, который обеспечивает максимальную выгоду от финансовых ресурсов и элементов времени и расширяет круг тех, на кого они направлены, а также позволяет обменивать опытом между партнерами. Итак, Международная Беремия именно принялась в области человеческого развития основан на принципе поддержки усилий в области развития во всему миру. Без какой-либо дискриминации для достижения целей устойчивого развития ежегодно присуждает одну из целей Объединённых наций за устойчивое развитие для поддержки различных областей развития в этом мире. В этой связи премия именно принялась отражает глубину отношений с Организацией Объединённых Наций. Это отношение, которое началось с тех пор, как его королевство всеущество принц Талал бен Абдель-Азид положил начало созданию программы развития арабских стран Берсельского залива, основанного на благородных ценностях и гуманитарных принципах Организации Объединённых Наций. В заключении благодарю Учебно-научный Словацкий институт, и также благодарю Фонд Международного Развития Объединённых Наций. И также я поздравляю большие премии программы развития арабских стран Берсельского залива. Спасибо вам нашим партнёрам, и я благодарю вас за ваше его превосходительство, доктор Абдель-Хамед Аль-Халифа, генеральный директор Фонда Международного Развития Объек. С радостью приглашаю вас выступить. Отметим, что Фонд Развития Объек является одним из спонсоров проекта третьей категории международной премии именно Берсельского залива в область человеческого развития. Уважаемые дамы и господа, я рад выступить в встречу сегодня перед вами, чтобы отпраздновать такие замечательные достижения. Программа развития арабских государств Берсельского залива представляет уже престижную премию международную именно преинстолала в области человеческого развития. От имени Фонд Объека я хотел бы от всей души поздравить всех нас и выразить искреннюю признательность программы развития арабских стран Берсельского залива. С этой программой мы разделяем до внестремления сделать Фонд Развития как можно более эффективным. В этом году исполняется 45 лет Фонду Международного Развития Объека. Как вы знаете, мы являемся единственным учреждением развития со глобальным участием, которое представляет финансирование исключительно из стран, не влажающихся с членами. Благодаря поддержке наших стран-членов в настоящее время Фонд Объек выделил более 22 миллиардов долларов на проект развития в более чем 125 странах. Мы работаем в сотрудничество со странами-партенерами и международным сообществом развития, чтобы стимулировать экономический рост и состоянный прогресс путем представления государственных и частного торгового финансирования, а также грантов. Наша работа направлена на проекты, которые удовлетворяют основные потребности, такие как продукты питания, энергическая инфраструктура, занятость, практически связанные со здравоохранением и образованием, чистой водой и санитарией. Шестая цель, которая посвящена бреме в этом году, конечно же, и касается обеспечения водоснабжения и санитарий для обиженных людей к 2030 году. Вода является основой устойчивого развития и имеет решающее значение для социального и экономического развития, здоровья эко-системы и самой жизни человека. А тем не менее, около сорока людей в мире по-прежнему страдают от нехватки воды и санитарией. Тоже ясно, что все странные организации должны работать вместе, чтобы сделать больше для улучшения управления водными ресурсами, повышения эффективности использования воды и лучшего баланса. между кровящими и растающими потребностями воды со стороны различных секторов и пользователей. Проекты, которые мы отмечаем сегодня, служат примером тех решений, которые призваны быть гибкими и инновационными. Они приобретают достижение этой шестой цели и прокладывают бут для других. В настоящее время фонд обык представил доступ к воды и санитарии более 11,5 миллионов семей. Мы гордимся этим достижением. Особенно гордимся тем, что один из проектов, который мы финансировали теперь, уже признан программой развития арабских стран Берседовского залива. Комплексный городской проект водоснабжения санитарии для города Амбунзомя, реализуемый советом по водным ресурсам северного региона Малави, был удостоен международной премии именно Бринсталала в 2019 году. В третьей категории предназначение правительственным проектом ожидается, что этот конкретный проект повысит уровень здоровья и жизни, а также улегчит условия жизни более 100 тысяч человек к 2025 году, а также ожидается, что они принесут пользу еще 300 тысяч в Малави. В заключении, я хотел бы подсчитать память его королевского высочества покойного именно Бринсталала бен Абд-Азиз, открывающего ведущийся ворум, и благодарю доктор программы развития арабских стран Берседовского залива Господу Наср Кахтани и всего его персонала программы за их вечные усилия в области человеческого развития. Благодарю также победителей Брими, я хотел бы призвать вас и продолжать вашу профессиональную работу для развития настоящего успеха и лучших жизней будущих поколений. Спасибо вам большое за ваше Его образходительства, господин Никольсис, помощник генерального секретра Организации Объединенных Наций, исполнительный директор учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций. С радостью приглашаю вас выступить в встречу. Пожалуйста. В качестве исполнительного директор института Организации Объединенных Наций по обучению и исследованию, мне очень приятно говорить с вами сегодня на церемонии вручения международной премии Бринсталала в области человеческого развития. В рамках программы развития Организации Объединенных Наций для арабских стран Берседовского залива область Бринсталала по-прежнему благодарен Бринсталалу за то, что он основал многие программы развития, которые продолжают поддерживать бедных и заброшенных людей в нашем обществе. Эта ежегодная премия достойна признавания в честь его наследия, которая поддерживает устойчивое развитие человека. Эта премия посвящена водоснабжению и санитарии для всех шестой цели постоянного развития, имеет важное значение для экономического роста и производительности, и обеспечивает значительные источники для достижения универсальности и прекращения распространения болезней. Во время пандемии коронавирус-19 воздух и вода имеют основные значения для борьбы с вирусом и сохранения здоровья человека и благоболючих миллионов людей во всем миру. Воздух, вода и санитарии спасают жизни. По данным Организациям объединенных наций, каждый третий человек не имеет доступ к безопасной питовой воды. Два из пяти человека не имеют обычных средств для медиа-рок с милом, и более 673 миллионов человек до сих пор практикуют открытую дефекацию. В пандемии коронавирус-19 обращают особое внимание на критическую важность санитарии, гигиене и адекватный доступ к чистой воды для прекращения и контроля инфекционных заболеваний. Программа развития Организации объединенных наций для арабских стран Берседовского залива играет важную роль в поддержке постоянного развития, особенно в достижении дальнейших результатов. Это отрежено в том, как программа развития Организации объединенных наций для арабских стран Берседовского залива. Его проект развивает сотрудничество с разными банками и демонстрирует такие проекты через получающие премии в настоящее время. Институт Организации Объединенных наций по обучению и исследованию также благодарен за продолжение партнерства с программой развития Организации Объединенных наций для арабских стран Берседовского залива в провлечение экономического отдела, чтобы защищать таких бедных и заброшенных людей, особенно женщин. За последние три года партнерства Институт Организации объединенных наций по обучению и исследованию с программой развития Организации Объединенных наций для арабских стран Берседовского залива реализовали десятки проектов в интересах сотен бедных и заброшенных людей из более чем 180 стран мира. В течение последних пятнадцатых месяцев, несмотря на пандемию коронавируса, наше сотрудничество для управления проектом и взаимодействия уже продолжалось. Благодаря использованию цифровых технологий и мобильных приложений. Это позволило нам связаться с забедными и заброшенными группами, которые даже живут в местах, где доступ к надежной связи ограничен. А мы продолжаем развитие наше партнерство. Теперь позвольте мне, пожалуйста, что поздравляет большей премии международной премии. Это может ставиться верной вашей воле и основить много проектов, которые защищают человека и работают в его пользу. Институт Организации Объединенных наций по обучению и исследованию благодарен программе развития Организации Объединенных наций для арабских стран Берсидского залива, который продолжает играть активную роль в поддержке достижения человеческого развития. Институт Организации Объединенных наций по обучению и исследованиям остается постоянным партнером с программой развития Организации Объединенных наций Берсидского залива и мы с нетерпением ждем видеть вас. Я благодарю вас за ваше внимание и спасибо вам большое. Уважаемые дамы и господа, мне очень приятно сегодня выступить перед вами. Сегодня мы вручаем международную премию именно Принсталала 2019 года. Как вы знаете, эта престижная премия превратилась в необъякновенный способ и источник для выявления и поощрения успешных проектов в область человеческого развития с особым вниманием на бедных людей, особенно женщин и детей в развивающихся странах. Программа развития арабских государств Берсидского залива распространила по всему миру и финансировала 16 проектов, направленных на решение таких вопросов, как бедность, финансовая и социальная интеграция, образование и здоровье. После власть влад в достижении цели источного развития до 2013 года. Встреча в людей. От имени комитета премии программы развития арабских государств Берсидского залива я хочу поблагодарить его королевство высочества Бренц Абдель Азиз Бенталал, председателем программы развития Берсидского залива и председателем комитета по простужению премии за его постоянную поддержку эти премии. Я также хотел бы поблагодарить команду программы развития Берсидского залива и экспертов по оценке за драгоценную работу по изучению этих проектов один за другим, что дал нам выбор наиболее достойных. Я хочу выразить поздравление комитета и благодарность победителям за их работу в область водоснабжения и санитариев, входящую силу устойчивого развития, не желая сил. И они – Организация Вода для Жизни в Бангаладеши и Вонде Сала для развития в Ямане и Совет по водным ресурсам северного региона в Малави и Организация Саха Глобал в Гане. В этой трудной временной пандемии я глубоко признатель программы развития арабских государств Берсидского залива за постоянную работу по достижению цели Организации по оказанию помощи. Спасибо вам большое за ваше внимание. Принц Абдель Азиз бен Абдель Азиз – председатель комитета по международной премии именно Принц Талала в область человеческого развития и председатель программы развития арабских стран Берсидского залива. Принц Абдель Азиз – представители международных и региональных организаций, которые победили премию в 2019 году. Вас приветствую. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас на эту виртуальную церемонию. Давайте вместе отмечаем величины международной премии Принц Талала в область человеческого развития и чувствование ее победителей в 2019 году. Эта церемония была отложена из-за пандемии коронавируса и множества ее трудностей и проблем. Программа развития арабских стран Берсидского залива имеет чуткие усилия и планы, которые необходимо реализовать вместе с партнерами для объединенных усилий по смогущению воздействия пандемии на цели развития. Мы просим Аллаха остановить эту пандемию, чтобы жизнь могла вернуться к нормальному подходу. Эта церемония награждения вернулась в сезон развития в европейский штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Женеве, как мы привыкли каждый год. Уважаемые дамы и господа, премия программы развития арабских стран Берсидского залива была создана в 1999 году с широким видением и стремлением внести свой вклад в развитие общества, особенно среди бедных людей. Таким образом, премия является стильным отражением, стремлением его высущества принц Талала к миру, в котором развитие саплантирования и люди довольны и достойны жизнью. Его высущества принц Талала всегда подчерковал, что для развития нужна идея больше, чем деньги. Таким образом, премия не только представляет идею, но и преподавает модели успеха, которые расширяют возможности для тех, кто действительно в нее нуждается. Мы признаем то, что премия направленнее на реализовавшееся общество без дискриминации и призывающего к обмену выгодам путем распространения успешного опыта, который практически выгодит для достижения социального мира. Это то, что срочно нужно миру, особенно в рамках конфликтов, который разрывает много обществ и расширяет достижения в области развития. Уважаемые дамы и господа, вы за высокий степень надежности выиграли в международный премию именно принц Талала, о чем свидетельствует росте количество участников. Социальный предприниматель и великолепные люди стремлялись принимать участие из разных стран мира в дополнение к долгосрочному партнерству с организацией обмененных наций и провести мероприятие в своем масштабе квартир в Женифе. Все это поддерживает, что премия стала драгоценная в мировом развитии. Для того, премия сегодня это особый механизм поддержки программы развития арабских стран Берседовского залива. Система премия, номинация и арбитража представляют собой особый подход развития для изучения проектов и их идеи. Международная премия именно принцлала всегда сохранить все ценности и стандарты, которые заслужили все общее уважение и признательность для всех участников. Уважаемые дамы и господа! Мы собирались отпраздновать четыре проекта большевшихся в 2019 году Международная премия именно принцлала в свою теме. Посвящено достижение 6 цели устойчивого развития этой чистой воды и санитарии. Стоит отметить, что это не отложенный вопрос. Развитие является одной из первых проблем программы развития арабских стран Берседовского залива с момента его основания в начале 80-х годов прошлого века при поддержке Королевства Саудовской Аравии и его братьевских арабских государствах Берседовского залива. Программы развития арабских стран Берседовского залива обращали особое внимание на финансирование десятки проектов в области водоснабжения и санитарий. Важность и серьезные проблемы воды возрастают сегодня после вспышки бандема коронавируса. А поскольку ограничение распространения вируса требует улучшения гигиени, во то время как, к сожалению, статистически показывает, что около 4 миллиарда человек не имеют санитарных услуг. И около 2 миллиарда человека не имеют доступ к обитовой воды. Уважаемые дамы и господа! Позвольте мне, пожалуйста, быть здесь от вашей имени и от имени четырех проектов, которые выиграли из 83 номинации на премию в ее четырех отрасловых в 2019 году. Проект «Победитель» по первой категории. Это проект социально-экономической интеграции бедных городских сообществ по предоставленному водоснабжению и канализации в Бангладеш. Реализуемые организации «Вода и жизнь». Стоимость премии – это 400 тысяч долларов. Проект «Победитель» второй категории. Это проект по использованию систем солнечной энергии для эксплуатации скважин с бытовой водой в Ямане. Реализуемые фондом развития САЛА и суммы премии составляют 300 тысяч долларов. Проект «Победитель» третья категория. Это проект водоснабжения и канализация в городе Минзинамбе в Малаве. Реализуемые водным советом северного региона. И суммы премии составляют 200 тысяч долларов. Проект «Победитель» четвертой категории. Это проект шестой воды для сельских деревьев Гани. Возглавляемые женщинам из Гани. Реализуемые организации САЛА. Сумма премия составляет 100 тысяч долларов. Поздравляем победителей. И надеюсь, что эта честь станет мотиватором для развития их проектов и расширения круга в годопотребителей. В заключении, я предлагаю партнерам поддержки цели международной премии Бринсталала, обратив внимание на проблемы, к которым это премия влечит, и усилит номинацию, а также украбляет успешные партнерские отношения с программами развития арабских стран Бреседского залива, которые достигли удовлетворительных результатов в мире. Эти области имеют больше влияние на решение проблем устойчивого развития и способствуют решению социальных и экономических проблем. Поздравляем. Очень благодарю вас за представление и участие и приложить усилия каждого скринного человека, цель которого служить человеку, где бы они ни находились. Разрешите мне пожалуйста, чтобы вам сообщать, что разные организации уже обращали особый интерес к проектам, которые победили нашу премию. Также, наша премия уже принимала участие и выиграет тоже актуальную роль в поддержке отношений и строительства дружеских отношений с разными организациями и государственными учреждениями. А это конечно внесет вклад в развитие общества и особенное влияние бедных людей. Благодарю вас опять и подтверждаю, что область человеческого развития имеет большое влияние на решение проблем устойчивого развития и способствует решение социальных и экономических проблем. Благодарю вас за обществу и участие и приложить усилия каждого скринного человека, цель которого служит человек, где бы он ни находился. Мы стремляемся, чтобы провести это мероприятие в следующем году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Жениве. Спасибо всем, кто помог сделать эту встречу возможной. Спасибо вам большое за… Будьте мир живет комфортней жизнью, которая приносит безопасности и стабильности в тени постоянного человеческого развития, кто расширяет круг выгодопотребителей. Спасибо вам большое за ваше внимание. Уважаемые дамы и господа! Как вы знаете, идея создания премии простыкает из веры в необходимости изучать и подчерковать успешный опыт развития и распространяет творческие идеи среди работников области чворческого развития. С момента создания премии в 1999 году наша премия была известна как Международная премия Вонда стран Бреседского залива для развития за творческие проекты в области человеческого развития. После смерти Принсталал Бен Абдель Азиз Аль-Сауд, основателя Вонда стран Бреседского залива для развития, совет директора Фонда стран, решил изменить название премии Фонда стран Бреседского залива для развития на Международную премию именно Принсталала в область человеческого развития в знак признательности за его гуманитарные усилия, за его твердую предвиженность бедным и безотдуманным, особенно женщинам и детям. Сумма премии составляет 1 миллион долларов. Премия стала достаточно известной и вызывала растущий интерес, что отражается в количестве проектов, номерованных на премию из разных стран мира. Качество номерованных проектов – 1646 проектов. 71 проект, охватывающий ряд направлений развития, выигрывал с момента ее создания до 2012 года. Уважаемые дамы и господа, сегодня вечером мы отмечаем проекты победителей премии в области чистой воды и санитарии – 6-й цели, и за цель устойчивого развития наберут до 2000 рублей. Уважаемые дамы и господа, 4-я отрезовая премия – это финансовая сумма в размере 100 000 долларов, выделяемая на проекты, основанные финансируемыми или реализуемыми физическими лицами. Проект победителей 4-й премии – это проекты по обеспечению чистой водой под руководством женщин для сельских деревьев Гани. Проект реализованных в Республике Гана международным вундам САХА. Дамы слова мисс Кейт Сенкот. Здравствуйте. Я Кейт Сенкот, исполнительный директор и соучритель САХА Глобал. От имени всей нашей организации я благодарю программу развития арабских стран Берсетского залива и комитет по международной премии именно принца Талалов области человеческого развития за эту большую честь. Мы очень благодарны за вашу поддержку. САХА Глобал – это некоммерческая организация в современном регионе Гани, где мы работаем над тем, чтобы обеспечить самую чистую воду для тех, кто труднее всего в ней нуждается. В САХА мы считаем, что доступ к чистой воды является одним из основных прав человека. Однако в регионе, где мы работаем, почти 800 тысяч человек еще живут без нее. Большая часть региона находится в боецах тропических саванни. Круглогодичные ручьи малочисленные. Водземные воды недоступны. Жители получают воду из больших стоящих водомьев, называемых земельняками, в которых сколобивается дождевая вода. Эти источники воды мутны, а сильно не чисты, что подвергается сельских жителей, особенно детей, риску заболевания, передаваемых через воду, таких как диарея. Если мы хотим достичь шестой цели в области сущего развития, рассматривающей всеобщей доступ к чистой воды, эти труднедоступные общины нельзя оставить позади. ЦАХ соединяет самые бедные, самые отделенные районы с простыми экономическими технологиями очистки воды, чтобы дать семьям устойчивое снабжение бытовой водой. Мы делаем это, обучая сельских женщин открывать и вести малый проект водоснабжения, которые обеспечивают их общине безопасной доступной водой, а их семьи получают новый доход. После того, как мы открыли новый проект, ЦАХ представляет 10 лет для обслуживания для предпринимателей в нуждающихся районах, чтобы обеспечивать их успех. В настоящее время ЦАХ открыли 256 проектов водоснабжения, которые обеспечивают чистой водой более 107 тысяч человек и рабочее место для более 750 женщин в северном регионе Гани. Наша цель и к 2025 году обеспечить водоснабжение для 800 тысяч человек, нуждающихся в воде. 2020 год был непростым для всех нас по всему миру, в том числе для ЦАХ. Ганна объявила первых двух подтвержденных случаев COVID-19 в стране и 12 марта. А поэтому Совет директоров и руководства ЦАХ сразу обращает особое внимание на три основные задачи. Эти – здоровье наших сотрудников и партнеров и передачи точной информации и следования инструкциям лиц общественного здравостроения. С 1 июня по 30 декабря женщины-предприниматели обработали более 8 миллионов литров воды, сохранив при этом воду отличного качества. В среднем 95 предприниматели имеют право на ежемесячные выплаты бонусов и 98% обрушенных клиентов сообщили о постоянном бесплатном доступе к воде. И приблизительно 100 000 человек имели постоянный бесплатный доступ к чистой воде за это время. До поддержки этой премии, которая позволила нам гордиться нашими услугами, которые смогли представлять наши партнеры в это трудное время. Мы очень благодарны премии за поддержку в эту важную область. И спасибо вам большое. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 течение последних 24 года. За последние десятилетия мы увлечили доступ к бытовой воде в регионах, снабжение с 60% до примерно 90%. Одним из ключевых факторов успеха этого роста стало развитие инфраструктуры. При поддержке партнеров мы смогли инвестировать в ряд эффективных проектов, которые помогли расширять доступ к бытовой воды и улучшить санитарий и гигиену, чтобы наши выгодопотребители могли пользоваться своими основными правами на бытовой воды и хорошее здоровье. Совсем недавно при поддержке ВОН Международного развития ОБЕК и Африканского банка мы запустили проект комплексного городского водоснабжения и санитарии МЗЕМБА, который играет ключевую роль в содержании и распространении нового коронавируса за счет расширения доступ к водоснабжению и санитарии, продвигая в нашем обществе такие методы гигиены, как метеорок с мелом. Это отмеченный премьер проект, благодаря которому я здесь сегодня с вами. Мы потратили две тысячи долларов на реализование этого проекта на окраинах нашего города МЗЕМБА. В более десять тысяч бедных сообществах, пятьдесят два процентов из которых женщины, это общины с источником воды, которых пили небезопасные реки, колодцы, негуройми сакваджиня и в большинстве в своем распоряжении на больших расстояниях. В знак предназначения программы развития арабских стран Берсельского залива за признание и премьер мы назвали этот проект проектом имени премьер Брин Саталала. Важно отметить, что этот проект не мог появиться в более важное время, как я уже сказал. Пандемия коронавируса реализовала критическую важность санитарии и гигиены. Этот проект обращается ко людьми в отделенных районах, решая только еще проблему от строя чистой воды и санитары. Уважаемые дамы и господа, мы реализовали проект собственным силам, мы воспользовались имеющимся в отчреждении талантами и создали группу по реализации проекта, который успешно разработала и реализовала проект. При разработке проекта мы использовали подход, основанный на участии в сообществе и ключевых сторонах в разработке необходимых мероприятий. Проект обеспечивал первую линию защиты самых бедных сообществ от COVID-19 благодаря обеспечению чистой бытовой водой. Мы благодарны партнеров, таких как ВОНДОБЕК, Африканский банк и теперь программе Арабского залива при Организации Объединенных Наций, которые были и продолжают быть с нами на этом пути. Мы по-прежнему бросим вашу постоянную поддержку, чтобы вместе обеспечивали людям спасательный круг, а делали мир лучше и счастливее. Наконец, позвольте мне, пожалуйста, чтобы представить коллег-победитель, которые были на мировании на эту премию. Они тоже скринны и они тоже заслуживают за эту премию, как же мы. Давайте продолжим наши благородные дела. Спасибо вам. Арабская программа разведения финансово-регития проектов по водоснабжению и санитарии. Через престижную премию именно принесла лала за человеческое развитие. Это, как доказано, является спасательным кругом, помогающим обуздать новую бандемию коронавируса. Для отделенных общин в городе Музазов-Малове. Проект реализования управления водных ресурсов северного региона после выигрыша 200 тысяч долларов предусматривает водоснабжение и улегчение санитарных условий и гигиены. Для больше, чем 10 заброшенных общин в районах Мисуан, Лигуази и Суанзи в город Мез. Сообщество Суан является одним из выгодопотребителей сообщества, 52% которого составляют женщины. Раньше этому спасательному пути гражданки Джуан проходилось преодолевлять большие расстояния, чтобы добраться до воды у реки Спас. Каждый день ее проходилось вставать в 3 часа ночью, и, по ее словам, это вызывало достроенный конфликт с мужем. Этот проект появился в нужное время, когда мы вели борьбу с коронавирусом, а он помогает сократить распространение ВУ и других забилований, передающихся через воду, которые есть среди нас. Это наш проект, а мы забудем о нем. В рамках проекта, реализованного в течение 8 месяцев, с августа 2020 года до марта 2021 года, были продлежены 23 километра водораспределительных трубопроводов и построены 5 коммунальных бомбетов в водоснабжении, в том числе 2 улеченных фентрарируемых туалета. Со своей стороной производитель инженерных решений, координатор проекта выразил удовлетворение реализации проекта. В этом проект мы обращаем особое внимание на 10.752%, из которых составляют женщины. Поэтому мы знаем, что люди будут иметь доступ к воде и должны быть в состоянии реализировать услуги водоснабжения для решения проблем санитарии и гигиены. Чтобы предоставить COVID-19, тоже мы ожидаем, что в таких регионах, как Миссуан, Доксуазии, в таких же районах Миссуан улучшаются услуги по водоснабжению. Возможно, спориться со смертным вирусом дал новую надежду, поскольку управление водных ресурсов северного региона продолжает продвигать свою услугу в область питовой воды для всех. Спасибо вам большое за ваше внимание. Уважаемые дамы и господа, Вторая отрезовая премия – это финансовая сумма в размере 300 тысяч долларов, выделенная на проект национальных неправительственных организаций. Проект победителей второй премии – это проект использования систем солнечной энергии для эксплуатации скважин с питовой водой. Проект реализован вондом развития села в Яменской Республике. Дам слово господину Али Хасамбашмах. Пожалуйста. Славаторский институт Организации Объединенных Наций. Члены Совета и Ректора Программы развития государства Берсидовского залива и члены Комитета международной премии имена Принсталала за человеческое развитие. Ваше просмотрительство посоли и представители организации. Уважаемые дамы и господа. Представители проектов победителей. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Мы в Вонде развития села в Ямене чувствуем себя счастливыми за то, что мы выступаем сегодня перед вами в Международной премии под именем Принсталала Бен Абблазис, который является лидером устойчивого развития. Принсталал проводил политику непроводения различий между религией, болом, культурой или расой. Его постоянный лузинг – это человек, если человек. Он из самого начала своей жизни осознал острову нужду нуждающихся, бедных и маргинальных в разных странах. Объявление о устойчивых проектах по программу развития Организации Объединенных Наций для арабских стран и Барсидского залива представляет собой продолжение достижения целей устойчивого развития, которым Принсталал посвятил свою жизнь. И сегодня мы видим его потомков на благом бедуе в область устойчивого развития. Это представляет собой верный перевод слов Пророка да благословит его Аллаха и Брестовой, в которых говорится, «Больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят людям большую пользу». Уважаемые Брестовующие, мы в фонде развития села работаем в семи секторах в рамках 17 целей в области устойчивого развития. Среди тех целей, которым мы удаляем больше внимания, шестая цель. Это представляет доступ к качеству воды и услуг водоснабжения и санитарий. Мы подали заинтересовали проект об использовании систем солнечной энергии для подъема бытовой воды из калорийцев. В фонде развития села мы получили вторую отрасловую премию, посвященную гражданским и национальным организациям. Проект села был выбран из 83 представленных проектов из 38 стран мира. Мы в фонде развития села начинаем работу по удовлетворению гуманитарных потребностей. Затем мы представляем и рассматриваем эти потребности с помощью многих специалистов. Болевые исследования будут представлены согласно международным европейским стандартам, базовые исследования и экономической целесообразности проекта. Затем проекты выставляются в форме тендеров. Компетентный партнер будет выбран после рассмотрения всех полученных запросов. А так, в бюроутерализации оценки работ отличаются независимыми специализирующими органами при фонде развития села. Получение бремя дал нам стимул для распространения, расширения и развития проектов. Было внедрено 31 системы солнечной энергии, которым используется 153 тысяч человек из наиболее нуждающихся групп, включая перемещенные, маргинальные и принимающие группы. Раньше количество выгодопотребителей не превышало 109 тысяч человек. А так, мы работали в сотрудничестве с комбинентом органов власти страны, а также обучили около 80 человек тому, как работали с системой и обеспечили 10 рабочих мест. Таким образом, мы также работали над измерением углеродных следов, а это очень важно для экологической цели, овеление системы над сокращением выбросов горячего газа. И все это было сделано с помощью программы Рискэскрин для измерения тепловидения, которая является одной из самых лучших программ в этом области. Уважаемые дамы и господа, в заключение мы хотели бы благодарить ответственных за международную премию именно Брин Сталала за человеческое развитие. Это дал нам большую часть признательности, которая побуждает нас отдать. И спасибо вам большое за ваше внимание. В случае берубоев водоснабжения из-за оболомки генератора у нас постоянно возникали витсель дизельного топлива, а это было очень дорого. Это также заставляет людей получать воду с помощью ослов, что является древним традиционным способом, используемым в прошлом. Приносить воду с использованием ослов – очень сложная и тяжелая задача. Иногда, чтобы их несли на плечах из примитивно большого танка воды. Они берут эту воду для детей и женщин. В конце 2016 года, из-за оболоческого кризиса и гражданской войны, общественный комитет, отвечающий за управление колодцем с бытовой водой, перестали обеспечивать водой на постоянной основе выгодопотребителям из-за высокой стоимости забора воды из колодцев. Кроме того, жители стали неспособны оплачивать дорогую стоимость. В ондеразвитие села мы придумали современные надежные решения и эти сложные проблемы. Солнечно-энергетические системы были лучшим вариантом для подъема воды из колодцев и принесут ее выгодопотребителям. После учительного изучения проекта специальным органам, мы пропустили к выполнению плана проекта, поскольку мы обращаем внимание вначале на три района города Хадрамот в южной части Ямена. Водоснабжение было стабильным, девятьсета больше нет. Приносить воду через солнечную энергию поступает в танки, а из танков в дома выгодопотребители. На основе успеха проекта солнечной энергии для выгодопотребителей, мы продолжали реализацию наших проектных планов в шестнадцатых районах Ямена. В 2020 году мы выиграли международную премию именно Принсталала, что побудило нас продолжать развивать наши проекты. Солнечная энергия делает людей очень счастливыми и комфортными. Без дизельного топлива, без страдания, без электричества. После того, как мы получили премию, мы определенно продолжали нашу миссию и проекты, поскольку мы разработали планы по развитию стратегии наших проектов, поскольку одним из важных планов является уменьшение пространства. Это во многом помогало снижению стоимости проекта, потому что мы работаем иногда в труднодоступных районах. Чтобы получить пользу от солнечной энергии рано утром и днем, мы используем инвертор с новых технологий. Таким образом, количество реализованных проектов в настоящее время – это тридцать один проект солнечной энергии. Количество деревень, которые получают выгоду от проектов – это девяносто четыре деревни. В городах Хадрамут, Сана, Таз, Хач и Шабев. И количество выгодопотребителей – это пятнадцать тысяч триста пятьдесят человек. И количество новых вакансий – это шестидцать вакансий. Спасибо вам большое за ваше внимание. Уважаемые дамы и господа! Первая трисловая премия – это финансовая сумма в размере 400 тысяч долларов, выделены на проект Организации Объединенных Наций, а также международных региональных организаций. Проект «Победитель первой премии» – это проект социальной и экономической интеграции бедных городских сообществ по представлению услуг водоснабжения и санитарии. Проект реализований в Республике Бангладеш – Организация «Вода и жизнь». Даму слово господину Филипп Дурокс. Пожалуйста. Ваше превосходительство! Уважаемые дамы и господа! Вас предоставим! Доступка питовой воды и санитарий – одна из важнейших глобальных проблем 21 века. Сегодня каждый третий человек в мире все еще не имеет доступа к безопасности питовой воды. Более половины населения мира не имеет доступа к безопасности санитарий. Ежегодно из-за отступки питовой воды 5 миллионов человек умирают, и по треями 227 миллионов денег в школьных из-за отступки санитарных услуг. Я хотел бы благодарить международную премию именно Принсталала и программу арабских стран Берсидовского залива для развития и реорганизации объединенных наций за их вклад в достижение шестой цели – это обеспечение доступа воды и санитарий для всех, и также за то, что выбрали нас для получения премии первой категории. Некоммерческая организация в буквальном переводе «Вода и жизнь» работает над системой доступа к безопасности воды и санитарий в таких сложных районах, которые являются самым бедным городским районом. Жители этих заброшенных районов вынуждены использовать нечистую воду к облине у нелегальных торговых посредников из-за отступки коммунальных услуг. Эта ситуация подвергает их высокому риску заряжения, заболевания и лишения работ. Вот почему мы решили подавать безопасное водоснабжение бельями в дома семьи, чтобы улучшить их жилищные условия. В Бангарадеш наша социальная некоммерческая организация заключает договоры с городскими аппаратурами водоснабжения на строительство вододоброводной сети, внутри целевых трущик, к которым соединяются все семьи. Затем каждая семья отдельно отвечает за использование услуги, за обслуживание сети, за оформление счетов. Кроме того, Water and Life Бангарадеш, наша местная отделение, наша организация, проводит мероприятия по повышению о свобедленности по вопросам правил гигиени и расширения прав и жизни общества. Качественные услуги по достойной цене, соответствующей их доходу, улучшают здоровье, самооценку, самодостоинство жителей. Наличие доступа воды непосредственно дома и изменение гигиенических привычек также означает улучшение жизни здоровья и продолжение обучения в школе. Полученный такой престижный премий был настоящим пожеланием, особенно в этот период пандемии, когда швейная промышленность внезапно ворохнула в Бангарадеш. Лишь в заработной плате более половины семьи в районах нашей работы. В этих особых обстоятельствах мы были благодарны за поддержку таких ключевых спонсоров, как вы, чтобы могли представить наши услуги еще 257, построить более 80 экологически чистых туалетов и обучить 22 тысячи человек правила гигиени. В Бангарадеш наша организация в настоящее время доставляет безопасную воду в дом для 10 тысяч человек, а это премия будет помогать помочь еще тысячам. Мы очень благодарны за то, что смогли получить безусловную поддержку премии. Поэтому от имени нашей некоммерческой организации, а всех семей Бангарадеша, вам выражаю особые благодарности и спасибо вам большое за внимание. С большим уважением к вам. Спасибо. 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 Спасибо.